Добрый день. Хочу представиться. Я Клинчук Лилия, живу в городе Житомире. Я прошу всех, кто меня слушает, кто интересуется нашим творцом, попросить знакомых учителей подписываться на мой канал. Учителей это важно. Я сама по образованию учитель закончила Житомирский педагогический университет с разным дипломом. Я хочу, чтобы были образованные люди, которые могли распространять истину о Боге для подрастающего поколения. У меня интересно получается в жизни, потому что у меня учителя мои, бабушка с дедушкой, покойная тетя, преподавала в техникуме. Можно сказать, что мы получили с сестрой тоже педагогическое образование, продолжили род. Потому что бабушки мои были учителя. Два брата, которые были репрессированы в 38 году. Один был директором школы. Вот такая была беда. Учитель, конечно, это достойная профессия. И в конце времен, когда я говорю, что рождаемость будет заканчиваться, Бог показывает, что надо детям открывать глаза, что нас ждет. Жизнь на земле я проповедую. Своё слово я твердо говорю, анализируя вечность и понимаю, что другого не дано. Сегодня я получил очередное откровение о том, что такое очистилось святилище. Люди грамотные, люди образованные, поймут меня. Если мы идем к истине, то она должна быть грамотной. Слово Божье в веках творилось Бога, через его пророков. И что не происходило у святых людей, как бы ни разочаровывались, многие критикуют, но истина в действительном слове. Если кто смотрел мои видео, знает подсчеты, признаки пришествия. И мы имеем право сейчас говорить свои недовольства, выражать свои недовольства. Но желательно это делать лично Господа. Не надо свою ярость выражать на людях. Потому что жизнь несправедлива. Написано, что до седьмого колена Бог проклял свой Израиль. Был такой период времени. Вот. Я думаю, что тот 1844 год, о котором говорили адвентисты, это как раз семь поколений прошло с того времени, по моим подсчетам приблизительно, если так посчитать. 1844 год. Вот. Это сто семьдесят лет, чуть меньше. Получается, если сто семьдесят лет, то поделить на семь, ну, около того, около семи поколений. Я рассказывала в своем видео, второе пришествие Христа, о том, как, как бы ложное было пророчество, которое не совершилось. Я много рассказывала о том, что если мечтать о Вознесении в своей Церкви, то нужно понять, что в физическом плане такого произойти не может. Но многие продолжают это проповедовать. Изучают они космос. Не изучая. Говорят о небе. Говорят о том, что мы встретимся после смерти. Все это ересь, которую нужно разрушать. Я понимаю, что святые жили на земле. Они воплощались в веках. Из поколения в поколение. Они были свидетельствами для последнего времени, что можно жить скромно. Как монахи жили скромно. Молились в пещерах. Вырывали себе пещеры и молились там. Вот такое служение было. Поэтому я благовествую для священников, чтобы они не думали о богатстве. Там Бога не будет. Я говорила о реформаторах. Тот же самый Миллер, который пророчествовал о втором пришествии Христа. Он пророчествовал, как Бог ему открыл. И он открыл многие вещи. Многие вещи, я сказал. Оказывается, евреи считают 600 год, как Но. Но им было 600 лет. То в это время, как раз 1840 год, они тоже посчитали это. Отняв разницу между еврейским леточислением и европейским, как они говорят. Там, получается, тоже 1840 год. Это как бы от потопа. Это потоп. Это информация. Они говорят информация, что начала развиваться наука, техника. То есть паровые двигатели и другие открытия науки. Это тоже этот период, понимаете. Бог даёт дары, открывает движение, уже строятся дороги железные и так далее. То есть получается, это всё совмещается, развивается, строятся заводы, новые технологии, первые, да, и рабский труд. В это время как раз Маркс Энгельс выдвигает свою теорию, марсистская теория о том, чтобы была справедливость, чтобы защищать рабочий класс, чтобы их так не эксплуатировали. Это всё Божье дело. Мы должны понять, что не своим умом человек достигает открытия. Это должно быть открыто в первую очередь верующим. Потому что люди думают, что, как я слышала, что якобы ученые своим умом это достигли. Нет. Безусловно, это не так. Если кто читал Фауста, то знает, что спор был между Мефистофелем и Богом. Мефистофель унижает человека, говорит, что он глупое существо. На самом деле, если рассуждать с точки зрения того, как Ева соблазнилась и съела плод, о котором говорил ей Иисус, что, ну, Бог говорил ей, что нельзя есть, да. Адаму сказал. Адам её не научил. Вот так мы и живем. Это заблуждение, от которых мы страдаем. Вот. И если люди не посвящают себя сейчас Богу, они таким образом навлекают на себя беду. Что говорится о потопе в Новом Завете? Сын Чеческий придет. Как во время потопа ели, пили, женились, написано в 4 главе Матфея. Так и во время прихода сына Чеческого тоже будет все есть, пить и жениться. И неожиданно придет Христос. Есть чего бояться. Есть чего бояться. Потому что у Матфея написано, у Луки написано в 17 главе, что море беременным и кормящимся сами в те дни. То, что мы наблюдаем сейчас трагедии. Вот. Реклама просит помощи финансовой на исцеление детей. Только на здоровье детей больше я ничего не нахожу. Дорогущие операции, чтобы уйти ребенка. Горе беременным и кормящимся сами. Это и происходит. Почему? Не потому, что Бог жестокий, не потому, что мы что-то натворили. Это потому, что все подходит к самому концу, к своему завершению. Если будем рассуждать с точки зрения математики, то у нас происходит завершение. Почему? Если возьмем 144 тысячи, которые говорится в Откровении. Если мы возьмем эти 144 тысячи и начнем их воплощать на земле. Как вы думаете, они когда-нибудь закончатся? Если я захочу жить вечно. Если я буду молиться своих племянников, допустим, детей у меня нет. В принципе, верующие люди, которые уже знают Бога, они хотят жить вечно. Они захотят умирать. Закончатся уже день души. Закончатся или нет? Объясните мне, пожалуйста. Люди молятся, поклоняются Богу. Правда? Логично? Образовным людям обращаюсь. Учителям. Это логично? Да. Ну, я бы хотела, чтобы потоп, который сейчас существует в интернете и много информации о Боге, об истине, о живом Боге, который учит нас правильно жить. Радует нас. Наполняет нас. Утешает нас своим словом. Этому Бог призывает. Потому что Иисус умирал для того, чтобы люди познали Творца. Что Он благой. Что Он не желает зла. И можно гневаться на Бога только потому, что думает, что там есть Вечность. И она без тела. А на самом деле Вечность в таком материальном мире, который, в принципе, опасен. Если ученые изучают Землю и рассуждают, они... Ну, многие ученые возмущаются, наверное, тем, что происходит. Они не должны возмущаться. Мы же знаем ученых, которые возмущались. И те, кто имели отношение к кеодермам, к боеголовкам, когда вооружались, они стали противниками всего этого. Правильно? Почему? Потому что они осознали тонкая грань вооружения и вообще существование Земли. Поэтому, когда возмущаются, я уже говорила в своих роликах, когда возмущаются инопланетянами, что они якобы нам опасность. Нет, они нам не опасность. Они наоборот, предупреждают об опасности ядерной катастрофы. Так что не удивляйтесь. То, что сейчас происходит на Земле и что будет происходить, это просто для того, чтобы восстановить беспредел. Ведь написано, что Бог создал радугу. Для чего? Для того, чтобы помнить, чтобы не заливать уже потопом человечество. А для чего? А для того? Он уже создал небеса на огонь, понимаете? Уже не потоп, уже огонь. Злые люди сейчас сгорают в аду. Если некоторые рассуждают, что там вечность где-то, какая разница, горит там, допустим, на небе быть. Просто исчезает душа. Просто, понимаете? Эти души, не знаю, кем они будут, но память у них вытирается полностью. Не горят, а не сгорают. Так устроена душа. Вся информация исчезает. Злые люди просто исчезают вообще полностью. Это уже не потоп, это уже огонь. Если я говорила, что после потопа, то человечество, которое согрешало, дело твердило о беззаконии, что Бог не смог на это все смотреть. Предупреждал, предупреждал и попросил Ноя построить ковчег. Он построил ковчег для чего? Чтобы спасти хоть кого-то. Чтоб дальше люди жили. И они на этой земле, которая 150 дней была в воде, как-то смогли выжить. Бог поднял цивилизацию, поднял свой народ еврейский. Поэтому, когда я говорю о все те вещи, которые должны были быть очищены. Потому что Уильям Миллер как раз говорил, что в 1844 году должно было быть очищенное святилище. Они это ассоциировали, что придет Иисус Христос на самом деле. Адвентисты, они говорили о Субботе. Адвентистам стало понятно, что нужно соблюдать полностью закон, который описан в Библии. Адвентисты, это те баптисты, они отделились от других направлений. Баптисты и другие направления, которые существовали тогда в протестантских церквях. Они отделились, потому что они начали глубоко изучать Слово и поняли, что есть еще одна заповедь, которую почему-то отвергли. Там не написано на спасение, там написано на Субботу. И они, адвентисты, как раз это и есть освящение. Понимаете, святилище очистится именно с Субботы. И я сейчас говорю о Субботе. Я не перестаю говорить о том, что люди должны отдыхать. Что нашу жизнь нужно организовывать так, чтобы люди отдыхали. И на работе, чтобы было покорно. Потому что у нас Вечность на Земле. Вот так тонко все устроено. И упирается все в единственное. Любовь. Потому что возлюбил ближнего своего, как самого себя. Сейчас нужно научиться и жертвовать чем-то, чтобы сохранить мир. Кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше. Я сейчас говорю о священниках. Для вас четко написано Слово. Не имейте двух одежд. Если вы богатитесь, если вы каждый день одеваете новые одежды, то вы не от Бога. А вы Бога не познали. Я тоже, наверное, в Ютубе переодеваюсь. И Бог мне влечает. Но я себя не оправдую. Каюсь. Я просто хочу сказать, что сейчас такое строгое время. Бог полагает надежду на здравомыслие. Именно здравомыслие. Потому что если верующие не поверят, что жизнь на земле, что надо светить субботу, отдыхать. Я уже говорила, что по откровению, конечно, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов получил дух воскресенья. То есть получается, по логике вещей, отдыхает не только человек, отдыхает и Бог от нас, отдыхает Ангелы. Поэтому, безусловно, отдых должен быть полноценный. Возможно, даже не надо посещать храм. Поэтому, когда дух в день воскресный посетил Иоанна, то Бог показывает, что в церкви будет Божья благодать. Именно воскресенье. То есть то, что не происходит, все правильно происходит. Но в субботу нужно светить. Светить полноценно. Полноценно, потому что люди гибнут, да? Я уже говорила, сколько у меня знакомых. Именно трагедия происходит в субботу. Почему? Это печально. Бог очень строго судит. Потому что это наша жизнь, это наша вечность. Это наша вечность. Я очень люблю слушать евреев. Они очень богословенные люди. Говорят всегда с юмором. И я на моем канале постоянно выступаю в защиту еврейской нации. Это избранный народ. Мы обязаны их уважать. И поэтому я считаю, что в то время как раз Бог и хотел благословить евреи. Он показал 1844 год приход Иисуса Христа в том смысле, в той истине, что Божий народ. Маркс и Сенгисом, они известные были евреи. У Маркса оба дедушки были равенными. Это свидетельство о том, что Бог благословляет землю через свой народ. Для чего? Для того, чтобы жили все. Чтобы жили все люди в истине. Это Божья благодать. И я боюсь, что многие священники... Многие священники просто отступили от Бога и перестали бояться его. Я уверена, что уже в последние дни Бог многим говорил о том, что прекратится рождаемость. Я уже цитировала Елену Уит. Возможно, она тоже чего-то недоговорила, как пророк, когда она отдала своего единственного сыночка. Чужую семью, поведению Бога. Бог ей говорил, отдай, ибо Он умрет. И она должна была сообщать человечеству о том, что придет время, что закончится рождаемость. Возможно, людей так шокирует эта информация, что они не проговаривают этих слов. И Бог показывал это все через такие вот явления, как я никогда не забуду, как я читала о женщине, о которой Бог проговорил. Или ты... Может, это и была Елена Уит. Может, еще кому-то Бог говорил. Вот. Просто объясняю я, что человечество должно смириться с неизбежным. Я понимаю, что последнее поколение будет роптать. Роптать и возмущаться, что у них не должно быть детей. И сейчас это происходит. У меня сотрудница лежит на сохранении. И говорит, что очень много на сохранении девочек, девочек, они нормально рожали первого ребенка, второго уже не могут вынашивать. То есть, получается, что Бог показывал, что это время пришло. Это время пришло. Время судов? Нет. Это время конца времен. И оно не совершается в каком-то страхе. Мы должны смириться. И поэтому этот ковид Бог дал, что когда люди начинают себе делать прививки, они становятся бесплодными. Это Бог дает. Для чего? Для того, чтобы не так его хулили, в конце концов. Вот, понимаете, чем идет речь? Люди хотят остаться без прививок, они хотят рожать, а у них не получается. Сейчас уже просто власти вынуждены заставлять людей колоться. Как уже я слышала такие вещи, что в некоторых странах африканских не хотели этим заниматься. И еще на Гаите, в общем, где-то четырех или пятерых царей, так сказать, руководителей стран просто расстреляли за то, что они непослушны были. И не хотели свой народ вакцинировать. То есть настолько все действительно строго. И не надо эту власть уже так судить. Я понимаю, что у них паника. Они анализируют факты. Вот. И я сегодня разговаривала с своей знакомой. Она болела ковидом. Говорит, что те, кто все-таки сделали прививки, они легче переносят заболевание. Это факт. Я сижу перед вами. Я не делала прививку. У меня такое ощущение, что я, может, перенесла уже второй ковид на... Может быть, я не знаю. Может, надо сделать антитела. проверку на антитела. Но, на самом деле, я не знаю, что сказать. Ну, нас уже очень строго говорят, что на улице будут ловить в Житомире. Я не знаю, как к этому относиться. Ну, что мне сделать? Острафуют меня. Ну, пока я еще не чувствую такого... У меня проблемы со здоровьем. Поэтому я еще в таком состоянии не хочу делать прививку, пока не очухаюсь. Вот такое у меня настроение. Подписывайтесь на мой канал. Особенно учителей хочу... Хочу благовествовать для учителей, для тех, кто мне дорог. Потому что в связи с тем, что рождаемость будет на земле заканчиваться, им нужно искать Бога. Потому что Бог для вас приготовил чудесное благословение, вечность и служение. Будьте благословены. Смотрим. Спасибо. Продолжение следует...